Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард и мы продолжаем играть в Noël The Mortal Fate. В прошлой серии, я не совсем помню, что случилось, кроме того, что Корон очень долго вспоминал о своей боевой молодости вместе с Мэром Баррлсом, но тем не менее мы собираемся совершить атаку на какое-то очередное атаке здание, а ну точнее даже на старое здание Совета Города, где, скорее всего, есть какие-то улики, указывающие на то, что Баррлс отключает сделки с Дьяволами. Так, и на же... Ну, собственно, Корон сейчас нам всё это и скажет. Наша цель — это найти следы того, что Баррлс призвал Великого Дьявола. Ну, я думаю, бывшее здание Совета Города — это также убежище для этого Великого Дьявола. Если мы проскользнём внутрь, рано или поздно нас начнут преследовать. Ну, и нам нет нужды сражаться с ним. Но можно только дуть в том, чтобы сбежать и найти улики. Ну, тоже не можешь выиграть бой против этого Дьявола. Я могу, по крайней мере, остановить его. И, может быть, если я нападу на него внезапно, я смогу его победить. Хорошо, хорошо, давай просто попробуем не сражаться с Дьяволом. Если там будут следы призвала Дьявола... Магические круги, кровь... Вообще-то, блин, так... Дьявол призывает магическими квадратами или кругами, как нормальные люди в этом мире. Кто-нибудь знает? Кровь, что-то подобное. Да. Мы будем брать всё, что где-то подозрительно. Магических квадратов достаточно будет собрать краску. Мы решим, будет ли это полезно или нет, когда вернёмся. Я понимаю. Так что не нужно задерживаться долго. Быстро садим внутрь и быстро выйдем наружу. Серия, наверное, будет не очень большая. Хотя я чувствую, что, наверное, мы уже как минимум на середине эпизода. Сезона, точнее. Очень красиво, кстати, красивая игра со светом здесь. Мне очень нравится, как эта карта выглядит. Это бывшее здание Совета Города. И музыка, кстати, очень такая атмосферная, хорошая. Всё... Всё так же, как описано в книгах. Кроме атмосферы. Я выбрал полночь просто на всякий случай. Ну, они найдут незамедлительно, что мы просклизнули внутрь. Нам нужно быть очень быстрыми, но тихими. И лучше всего нам не встречаться с этим дьяволом. Да-да, я знаю. Тогда пойдём. Я, кстати, только сейчас заметил, что Неллина справится до глаза тоже, нет? Так, мы играем за корону, как всегда. Страшно. Вперёд, из песни, блин, что-то очень темно. Закрыто, что ли? Ну, этого следовало ожидать. Входная дверь в... В холле открывается. Судя по всему, не то, что закрыто, а даже скорее забаррикадировано. Если он призвал дьявола в этом в холле ассамблеи, вполне естественно, что он закрыл входную дверь. Если бы она была открыта, все непослушные дети могли бы легко просклизнуть внутрь. Это так. Холл ассамблеи. Недоступимость коридора, но должно быть ещё несколько входов, ведущих к нему. Давай я и сначала обыщу коридор. Этот холл очень большой, но здесь должно быть что-то связанное с призывом дьявола. Так, ну мы... Вообще-то мы вроде сказали играть за Нелли, но что мы не играем за Нелли. Довольно красиво на самом деле всё сделано, мне очень даже нравится. Так, цветочки вряд ли это самое опасное, что нам встретиться на пути. Сохраниться лишний раз тоже не помешает. На самом деле, довольно удобная форма выпуска игры. Может, мне тоже стоило бы так сделать. Но с моим текущим проектом, который я, кстати, подзабросил, к сожалению. Это невозможно, потому что там должно быть много выборов. И переносить их будет непросто. Так, нам нужен ключ, чтобы открыть эту дверь. Ну, блин, такое чувство, вот знаете, так Нелли держит корону за ручку, это очень мило. Ну что, нашла что-то? Что-то с этой стеной не так? Может, это просто мое воображение? Внутри ничего. И тут ничего. Что-то за растениями. Давай подвинем. Похоже, нужно ввести пароль. Какие там четыре номера? Что за четыре номера могут быть? Что за четыре цифры-то могут быть? Год, дата, время. Год рождения Баррелса, небось. Скорее всего, да, со стеной какой-то тайный проход. Но, к сожалению, пока у меня нет никаких идей, каким же может быть пароль. О, что-то на диване. Огром прям читает мои мысли. Это белое перо или шерсть? Подозрительно. Возьмем ее. Берем все подозрительное. Ну, ты нашел, так ты и бери. Так, надеюсь, курсор вы не видели все это время. Будет неловко. Так, мы уже нашли одно доказательство. 12.30. Часы не идут. Возможно, 12.30 это пароль. Так, я какой-то ключ взял. Ну, ключ-то понятно, от какой двери. Да, е-мое. Цепи. Скорее всего, они принадлежат великому дьяволу. Ты слышала звук металла? Или это было мое воображение? Ох, я боюсь, это было отнизнее воображение. Ох, я боюсь, это было мое воображение. Ой-ой-ой. Корона, какая-то странная отметка здесь. Разве не один из магических квадратов. Квадратов. Вы все видите, что написано квадратов? Сквер это квадрат. Если я уже совсем не сошел с ума. А что же нарисовано на самой... На полу? Квадрат? Все возможно, возможно. Господи, что за перевод? Ну как, блин, по смыслу хоть можно его посмотреть? Ну какой квадрат? Посмотрим. Четвертый наружный ритуал помощи. Видно, большой. Я не думаю, что раз я заключил контракт с дьяволом сам по себе, тогда чтобы помочь козлу отпущения, я не пытаюсь все понять сам по себе. Я же тоже должен в этом разобраться, да? Да? Стерто немного. Судя по всему, это часть куда большего магического круга. Или тоже начался какой-то остальной алхимик. Там тоже был огромный магический круг. Алхимический, точнее. Этот метод рисования вокруг главного магического круга для призыва. У него есть эффект, который помогает временно сдержать силу призывного дьявола. Хм. Так, значит и так можно. Но почему? Мне ничего подобного не пришлось рисовать. Иногда дьявол убивает призывателя, если ему не понравится человек. Это как страховка. Когда ты призываешь кого-то совсем дикого. Я бы хотел что-то подобное. Я не дикий. Но это не слишком отличается от того, что ты сделал со мной. Все-таки он нравится, нравится мне динамика между ними. Блин, стрёмно, на самом деле начался такой хоррор, и мне это нравится. Атмосфера просто потрясающая в этой части игры. Мы уже почти собрали все улики. Так, а где была последняя-то комната? Да, на Эль просто крайне интересует эта стена. Похоже, 12.30 выглядит подходящим. Других вариантов у нас нет. Блин, ну чисто гений просто. Ну, как бы мне не... Какой бы пароль придумать, и не выставить ли мне его на часах, чтобы точно не забыть. Это... Так, нижняя полка за этой стеной. Похоже, мы были в точку. Посмотрим, что там. Похоже, не знаю, даже похоже на эльфийский. Книги здесь. Никогда не видела подобного письма. Это... Понятно. А мне непонятно. Если знаешь, пожалуйста, объясни мне. Это... Код под названием «Дьявольское письмо». Информация, связанная с призывом дьявола, написанная в таком специальном... Таким специальным шифром. Если не знаешь, как его читать, то ты и не сумеешь. Это предотвращает утечку информации. Так. Там есть информация, связанная с призывами дьявола? Возможно. Но есть столько вариантов дельского письма, сколько и существует дьяволов. А этот же сможет прочитать только человек, который написал эту записку, скажем так. Для начала давай возьмем одну из книг здесь. Итак, мы нашли уже очень много улик. Написал ли её мэр, задается вопросом, или он нашёл её на чёрном рынке. Ира же на чёрном рынке так легко, натянуть что-то подобное. Много времени прошло, давай обыщем второй этаж. Да, ну что, ну его... Так, ну тут закрыто. Стоит ли этому удивляться? Ох, стрёмненько, стрёмненько. Настаба страшная часть игры. Пока что за три сезона. Не страшно, но атмосферно и жутко. Так, у меня за окном идёт поезд, я извиняюсь. Что? Это просто поезд, наверное. Что случилось? Свет выключился? А, свет вернулся. Что случилось? Здравствуйте, молодой, горячий. Неужели появление этого дьявола выключает свет? Зато помогает энергосбережению. Такая экономия. Похоже, пора бежать. Ты? Великий дьявол, Цезарь. Да, да, мы уже знакомы. Как-то он подобрался так близко к нам же, что нам делать. Конечно же, бежать. Путь, по которому он пришел, для нас перекрыт. Но здания справа и лево не так же устроены. Давай перебежим на другой конец этажа, сбежим вниз и подторопимся через коридор. Здорово, что он рассказал весь наш план дьявола. Разможно достигнуть выхода. Но такая дистанция, раз это будет не сложно с моей скоростью ходьбы, я подарю тебе немного времени. Просто спокойно двигайся вперед, потихонечку. Хорошо. Как насчет того, что ты что-нибудь скажешь, дьявол? Или ты даже можешь говорить о своих ограничениях? Ему не нужно говорить, чтобы убить нас. Проклятие, так скучно. Да ладно, не так уж все плохо. Как же он просто... Господи, я верю, что этот жалпий заборщик его остановит. Выиграйте время. Хотя Наэль напугана, она делает все, что в своих силах, чтобы идти сама по себе. Но у нее, вообще-то, искусственные ноги, если вы забыли. Выиграйте время. Если король не основит великого дьявола, а Цезарь догонит Наэль. Двигайте растения, полки или даже себя. Блокируйте путь или кому дьявол, и замедлите его. У вас есть какие-нибудь... Непонятно. Вообще, скажу честно, я понятия не имею, о чем идет речь. А ничего, что можно просто обойти... Да ну, не торопись. Саша, ты такой нетерпеливый. Ой-ой-ой. Пошли отсюда. Это довольно весело. Корон, ты в порядке? Да я торопусь, сложнее использовать мои искусственные ноги. Все хорошо. Ислакуйся лучше о себе, а не обо мне. Он все еще за нами. Это дьявол. Он идет так, чтобы его скорость не превышала нашу. Не край со мной. На, Ноэль. Ноэль. Блин, надо не помогу. Я умираю. Блин, считай, мне кажется, я упустил важное. Все-все-все. На, Ноэль, не разворачивайся, пожалуйста, ты можешь найти вперед. Блин, я даже не помню, куда я сохранюсь, проклятие. У меня нет конца. Ну, как ты с такой скоростью никогда не сможешь ничего сделать? На, Ноэль. Иди первая к выходу, я привлеку его внимание, пойду наверх. Ну, ты не можешь, не сможешь удалить этого дьявола. Я не сказал, что я буду сражаться с ней. Если я прошу защищать тебя, он, в конце концов, загонит нас с угол. И не знаю, насколько далеко я смогу его заманить. Но так как я тоже великий дьявол, он не сможет меня просто проигнорировать. Тая роль заключается в том, чтобы вы безопасны отнести улики назад. Делай, что сможешь. Беги. Нет времени думать. Двигай, двигай свои ноги, не забивай глобу. Мы оба должны выполнить нашу роль, чтобы выжить. Хорошо. Пожалуйста, продержись еще немножко. Сидио на крыше или что-то подобное. И только увидишь меня, уходи. Ты должен будет тоже быстро сбежать. Конечно, не собирай здесь проиграть. Давай проиграем. Или, может быть, нас в этом месте насладиться кружкой чая, пока... Будем жаловаться друг другу о Расселе. Жаловаться на Рассела. Ты, кстати, забава. Ой-ой-ой. Надо же быстро сбежать и... Залови корону выбраться отсюда. Не сможешь долго продержаться братья этого дьявола. Лечит корону очень плохо. Надо было бы упылить. А-а-а! Вот это встреча! Так встреча. Удачно зашли. Марбарус, почему вы... Зландые гости в это время. Я думал, что такое возможно. Это была ты. Я думал, это может быть, но это была ты. Мэри, как смеешь ты приходить сюда. Вот это... Что это такое? Теперь я и правда загну на в угол. Эта дверь открыта. Не-не... Мэр Баррелс не может поймать меня сейчас. Блин, что делать? Какие-то языческие надписи. Где ты прячешься? Ну, ты, наверное, где-то здесь. Может, пытаешься укорать, что-то избежать. Но обычно сюда никто не приводит. И приходит. Очень удобно, если нужно кого-то убить. Видел корона с Цезарем. Сделал неправильный выбор на Эль. Цезарь убьет корона. Ты будешь убит о мной. Это конец. Нужно забежать. Если этого не сделай, короны и я будут убиты. Я думаю... А в таком... В таком-то не плачь или исходную дверь. Центральный холл ассамблеи. Да, может быть, здесь что-то есть? Что, слабит Цезаря? Блин, слишком сложную задачу передо мной ставят. Я к такому еще не готов. Морально. В Баррелсов есть пистолет. Но у нас... И у нас нет оружия. Блин, зря мы выкинули наш. Нам у нас и столько бешать. Не прячься, выходи на Эль. Я знаю, что ты там. Ты не можешь защитить себя от пули этой стеной. Будет гораздо больнее, если попадешь в курты. Э, ну, ты не можешь же просто поймать пулю. Хочешь поиграть до конелки? Разве это не довольно весело? Напоминает русскую рулетку. Может, я попаду в следующий раз? Блин, просто снайпер. Человек, который победил вафию. Это точно хорошо. Это и правда хорошо прячется. В полне в своем духе. Ты больше не можешь прятаться. Ой-ой-ой, какой красив... Ладно, я беру свое слово назад. Это и правда похоже на квадрат. Беру свое слово назад. Я зря ругался на перевозчиков. Что не так? Она или нет здесь спрятаться? Тут есть лампу, можно кинуть ему и ее в лицо. Я думаю, это выбрало неверный путь. Дверь... 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 Главный выход, короче, заблокирован. Нет, это не так. Эта комната должна быть место призвола Великого Дьявого Цезаря. Здесь нарисован огромный магический квадрат. Признаю, квадрат, квадрат. Переводчики, вы победили. Квадрат так квадрат. Может, он сможет что-то сделать с Цезарем здесь? Блин, это, конечно, очень бредовый. Бредовый диалог, потому что, во-первых, он может и застрелить прямо сейчас, и негде укрыться. И с Цезарем она ничего не сделает, потому что у нее будет пуля в башке, и она будет мертвой. Но, к счастью, он никуда не торопится. Теперь беспокоишься о других. Мне бы могу понять, ты просто пытаешься беспокойно, или ты просто не понимаешь ситуацию. Это правда, что призыв магического круга не... Что... Короче, я извиняюсь. Я забыл. Язык начал заплетаться. Это правда. Это правда, что магический квадрат призыва необходим, чтобы поддерживать Цезаря. Но этот огромный магический квадрат так просто сейчас не убрать. Магический квадрат должен контролировать Цезарь и ограничивать его силу. Или тяжесть его контракта будет слишком велика. Так ты не заключил сделку сам? Ты знаешь мои пути, мои испо... О, господи. Сосредоточиться, сосредоточиться. Ты знаешь мои методы лучше всего на Альсеркете. Простите за эти запинки. Ублюдок. Ха. В конце концов, даже несмотря на то, что ты хотела отомстить, ты ничего не можешь сделать без корона. Попробуй и лобей меня. Плохого майора, который... обхитрил тебя. Он прямо перед тобой. У меня уже один удар слишком силён. Похоже, на Аль ещё не спешала. Нужно отвлечь его ещё немного. И каждый удар очень силён, но возможно из-за ограничений он плохо двигается. Если я разыграю с этой картой правильно, у меня теперь может быть шанс прямо сразиться. Блин, мне всё-таки очень нравятся эти персонажи, эта игра. Конечно, перевод не лучший, и кто-то говорит о том, что сюжет слишком поспешен, но на самом деле всё очень нравится. И даже эту спешку можно понять, в конце концов, вряд ли у них есть время долго продумывать свои планы, и нужно действовать быстро. Так и корона не имеет эффекта на Цезаря, но с ограничениями корона может сражаться с ним на равных. Дайте мить его спину. По счастью, есть множество возможностей атаковать Цезаря прямо сейчас. Можно пытаться атаковать её спину, в общем-то. Так, стоики. Сейчас в грамме нет никаких стоек. Здоровье нам, похоже, не понадобится. Ну да, такие атаки становятся гораздо сильнее. Ну давайте попробуем, почему бы и нет. Блин, как же он шумит прямо, терминатор пушит. Бум. Бум. Опасный молодой человек. Потому что наши атаки-то особо сильнее не становятся. Он особо не пытается... А, господи, промахнулся очень глупо. Не знаю, мне нравится эта игра. Геймплей в ней интересна, история тоже, хотя, ну, возможно, время ступил. Но потому что порой, конечно, слишком много экспозиции. Может, конечно, и правда, всё довольно быстро. И многие... В диалогах порой много воды, типа... Ну, слишком... Сейчас... Я жив. А, на самом деле, выпилось автоматически. Блин, это сложно на самом деле. Корон-то сам довольно неуклюжий. Ну как, неуклюжий не корон, а управление на мейкере. Блин. Сложновато, потому что он телепортируется. Надо, наверное, не дёргаться слишком много. Бой с таким сильным соперником требует спокойствия и правильной тактики. Честно говоря, эти сильные атаки, блин, что-то, совсем не помогают. Не-не, ну это вообще несправедливо. Секундочку. Пристроено восстанавливает. Уже нет смысла в этой стойке. Странная штука, блин. Я не в силах понять, что это значит. Да, босс-вертолет был попроще, да и бомбист. Не знаю, персонажи мне здесь в этой игре очень нравятся все на самом деле. Может, конечно, со мной многие не согласятся, но и на этих коронах кажется весьма интересным персонажем. Да и прочее, наверное, все убило. Ты, кстати, опять проиграл? А нет, наоборот. Даже после сольки атака на тебя сейчас стоит. Ты закончил? Ха, он? Наэль, ты смешала? Что-то случилось? Не нужно создать дистанции между нами. Блин, выживет ли Наэль? Ну, блин, еще 4 сезона, так что, как минимум, так что выживет. Но все равно мне страшно за нее. Так, значит, Хоу прямо под нами, а? Это Рассел? Когда он пришел? Проклятий не должен был в столетной, аль в одиночестве. Теперь она и я можем. Но подействуй, можно... Наверное, почему ты не бежишь? Если не спрячешься, тебя застрелят. Попробуй, убей меня. Ихо майора, который обхитрил тебя, он прямо перед тобой. Мэрабарус. Вы просто трус. Что? Не знаю прошлое, меж... Прошлое ва... Вашей корона. Это я подумал, что скажу вам это однажды. Тогда, когда корон позволил вам делать все, что вы хотели. Но в конце концов, вы просто испугались своего падения. Поэтому вы предали все, чтобы выжить. Вы просто трус. Так корон говорил о нашем прошлом. Кстати, вы заметили, имя корона вернулось обратно. К варианту Сануир. Мне не очень интересно слушать чужие упреки. До этих пор, я думал, вы так же эгостичны, как дьявол, и когда вы пытались контролировать все. Но я была не права. Из-за того, что вы боитесь, вы смотрите на других сверху вниз. Но что вы боитесь, что вас предадут, вы используете и выбрасываете других. Как раздражает. Мои амбиции не настолько жалкие. Нет, это правда. Все еще боитесь, что вас уничтожат короны. Я опять корон с нами Аэр. Так, господи, определитесь уже. Выбирайте своего партнера, с которым вы делили ваши радости и печали. Вы говорите себе, что у вас не было выбора. Блин, может быть... Зашиперить пару с Экарома. Да не бред какой-то. Мы не проиграем такому трусу. Я и корон. И говори так, будто ты знаешь все, Наэли. У тебя нет никакого права считать мне лекции. Боюсь ли я тебя, напротив. Только ты здесь боишься меня. Если настаиваешь, тогда попробуй. Ворси корона о помощи. Пробуй перевернуть это место сверху вниз. Где корон, когда я в нем нуждаюсь? Быстрее позабося об одном или двоих высокоранговых дьяволах и приди помоги мне. Из... Если я умру до окончания нашего контракта, то твои принципы тоже умрут. Время совершить прыжок веры. Корон. Наэль, ты. Здравствуйте. А, нет, это фу, вот так далее. Блин, это то же самое место на самом деле, где их пути с Баррелсом разошлись. Раз не собираешься бежать. Такой момент, когда я забегаю. Ты думаешь о том, сможешь ли ты встретить его лесом к лицу? Теперь, это конец. Это вы глупые, это вы глупые безрассудства. Даже не зря на то, что у тебя нет ноги. Ты пытаешься изменить меня, кто может только сбегать. Тогда то, что... Даже здесь прямо сейчас-то не думать о том, как сбежать. Теперь я должен... Одолеть прошу у себя. И все же я обожаю Динамику между Ренитероном и Каш. В каждом сезоне они что-то новое появляют в своих отношениях. Каждым новым сезоном они как-то улучшают друг друга. Делают друг друга лучше. Это очень здорово. Мне очень нравится, что персонажи помогают друг другу расти как личности. Это правда очень здорово. Это, наверное, самая такая уж... Наверное, самая главная ценность этой игры, ее сюжета. Потому что сам сюжет, ну не то, что он прям сферы гениальный. Хотя мне очень понравилось начало. Потому что мне вообще нравятся такие истории о зависти, творчестве. Та жестокая ирония, когда Наэль потеряла свои руки, которые и-то были так мишны. Сама такая история о революции, это не то, чтобы... Но мне очень нравится еще и такой легкий детектив, который происходит в игре. Но динамика между Наэлем и короном меня радует больше всего. Просто с большим удовольствием наблюдать за их развитием. Ладно, простите за такой монолог, вернемся к игре. Что? Корон! Эх, красиво летят. Прямо. Эти осколочки напоминают о карманном зеркале Пукет Мир, который я только что записывал. Двигайся. Тут прыжок от Наэль. Постопай в мешок. А. А. Корон. Ты слишком сильно себя загоняешь. Если бы ты не был дьяволом, то все было бы гораздо хуже, обошлось бы хуже, чем одной сломанной костью. Парой костей сломанных. Но то, что я дьявол, это всего лишь сломанная кость. По сравнению с крышей аквариуса, это ничто. Не то, что имею ввиду. Боже. Спасибо тебе. Выглядите, раз он на лицо боролся на его спрайте. Ну, персонаж на карте, он такой прямо злой. Типа, ну, блин. Смотрите, раз это лицо. С нахмуренными бровками. Что это будет? Раз это выглядит искренне сердитым. Блин, хватит его играться. Блин, так у него патронов не было. Чего мы боялись? Нет пуль? Эй, Цезарь, вставай. Убей их. Да, босс, ну можно полежать. Так хорошо же. Нет смысла. Из-за его ограничений он не смог защитить себя. Неважно, как он силен. Он не сможет восстановиться еще некоторое время. Так что эти рвы в наших руках, Нэр Барролс. В бывшем холе ассамблении, наши доказательства призыва дьявола. Если мы исследуем все, я уверен, что связь между дьяволами и вами поднимется на поверхность. Свет наружу. Свет на поверхность. И теперь у вас нет пути остановить нас. Шахи мат! Ха! Убил. Вот это она его просто убила. На самом деле, сейчас она убнется и скажет, на самом деле все не так просто, ребят. Предсказал его действия. Читаю просто оппонента. Связь между мной и дьяволами, которая появится из-за улик о том, что здесь призывали дьявола. Вперед, попробуйте, если хотите. Вы ничего не найдете. А тут это, как бы, такой большой круг нарисован. Его можно сфотографировать, например. И вас на фоне. И корон. Ты сломал крышу? Ты забыл, где это мы? Это культурное наследие. Прямо в центре Лапуаса. Не важно, что сейчас полночь. Беспокойство будет фатальным. Как и сколько еще до того, как прибудет полиция? Я не могу сбежать, сына. Я могу сбежать тебя здесь и сбежать. Это невозможно. Не думаю, что я не изменился. Даже если ты, я заставлю тебя платить свой долг. Это не то, о чем я говорю. Вы двое не можете убить меня. Что ты имеешь в виду? Нель Серкетти не может мстить Расселу Баррелсу. И каким образом их в жизни, например, что ли, связано? Как в каком-то другом сюжете или что-то? Пока Нель не умрет, нельзя убить Баррелса. Или в чем дело? Мне больше не обдурачи твои слова. Тебе некуда бежать. Нет, Нель. Не старайся больше. Джолит? А Джилиан? Месть ничего не изменит. Это та девушка, наша подруга, которая, во-первых, стала бы избранной пианисткой, а во-вторых, мы ее спасали от бомбиста, если кто забыл. Джилиан? Неужели она тоже наш враг? Даже Корон в шоке. Позвольте представить. Следующий. Музыкант на следующей церемонии, заключивший контракт с великим дьяволом Цезарем, Джилиан Литнер. Ведьма Паранойи. А, она теперь тоже демон. Этот поворот. Что это значит, что... Нуэль. Тебе не нужно пытаться отомстить Мэру Баррелсу. Поглядь на свое тело, заключив контракт с дьяволом. Он сражается в опасных ситуациях, и теперь ты... Глава. Разыскивает как подозреваемая. Если ты останешься в подземном мире опасным, или то тебя разрушат тоже. Давай остановим эту месть. Забудь о своем болезненном прошлом, и же... Че-то бред, че-то бред. Вот я просто ненавижу таких персонажей, блин. Больше нет у нас друга, че тут сказали. Ну давай, типа, а мы тебя отобрали мечту, руки, ноги, там... Пытались убить твою подругу, тебя, кстати. Ну давай забудем. Давай забудем. И живи осадок своего будущего. Что ты говоришь, Чилиан? Почему ты с дьяволом? Кто ты... Почему ты с Мэром Баррелсом? Прости, Нейль. Я уверен, ты смущена. Но если бы я этого не сделала, Нейль, ты бы исчезла с этим дьяволом. Поэтому у меня не было выбора, кроме как помочь тебе. Вот о чем я подумал в госпитале. Вот что я решила. Ты... Ты идиотка или... Да, я понять не могла. Это раз табу контракт с... С нормальным разрешением, я тоже был удивлен. Но я не... Так, не пытался ее обхитрить. Точнее сказать, Чилиан попросила меня помочь ей найти метод призвать могущественного дьявола. Чилиан, я не хочу, чтобы твоя ситуация становилась еще опаснее. Ты очень добра... Очень добрый и храбрый друг. Так что, чтобы предотвратить какое-либо сопротивление от тебя, Чилиан, стало между нами двумя. Что? Это правда, Чилиан? В односторонний должен быть другой путь. Это правда? Пока ты не сдашься, я буду продолжать останавливать тебя. От этого дьявола, от Норобероса буду удерживать тебя и освобожу тебя. Это моя благодарность за то, что ты спасла меня от бомбистов. Видите, голову сейчас разобьет. Фейспам просто. Что за бред? Это что-то... Господи, она еще не нравилась. Господи, как мне плохо. Блин, теперь стал просто абсолютно тупо. Благодарность? Как она смеет? Случит так, будто она заботится о Ней. Не может быть, говорить такие эгоистичные вещи, так бесстыдно, это ненормально. Это была ее истинная натура. Ней, ты можешь первый выбраться отсюда? Собери доказательство производства дела, если хочешь. Но вернись и хорошо подумай. Если можешь, покинь подземный мир опуаса. Блин, ты не понимаешь, что с ней не так? Может кто-нибудь объяснить, что это вообще происходит? Что с ней не так? А? Что за бред? Она не в курсе о том, что там произошло. Зачем ей призвать могущественного дьявола? Какой... Что она... Как будто что-то изменится теперь. Единственный наш способ почистить свое имя, это, во-первых, свергнуть мэра. Блин, это то, что по-другому никак. То, что мы уже натворили дело. Ну разве что нам мэр благородно сомнисти? Просто... Бред. Пожалуйста, просто оставь опуас. Живи тихо и счастливо. И совершай больше грехов. Если она откажется. Я сниму ограничения с Цезаря. Большая часть магического округа не для призыва, а чтобы контролировать могущество Цезаря. Он вполне уже встал. Полиция скоро прибудет. Давайте назовем это ничего и остановимся на сегодня. Не знаю почему, но даже не старая на то, что Джеймин контролирует куму обычного дьявола, она не пытается сопротивляться Расселу. Хотя она... Даже старая на то, что она сказала, что она пытается встать между Нейли и Расселом. Расселом это конфликт влечать не три стороны, а она это просто еще один человек, который... Еще один человек на стороне Рассела. На Эль, что нам следует делать? Я не могу поверить в это. Я не хотел, чтобы Джиллиан была вовлечена в это еще больше. Чего Джиллиан сам по себе? Почему? Почему Джиллиан? Не теряй головы, На Эль. Нет, ну что, в чем-то болезненном вроде месте. Пока я здесь, я не хочу, чтобы это чувствовало больше боли. Что не так с ней? Это что за бред вообще-то? Что за бред? Блин, я хотел ее спасти, блин, ну, чтобы Антон не рвала, блин, с вопроса двигателя, какой-то мотивации или нет. Что за бред? Эх, так я не знаю, что сказать. Я еще ничего не хочу передать, я, блин, даже раньше проходить. Я говорю, не хочу. Настолько я... Что за ерунда? Не понимаю мотивации. Что значит сныть нас от мести? Да, я понимаю, месть это плохо, это разрушительно для человека. Но, блин, Бэрлс пытался ее вообще-то убить, убить ее друга, убить ее. Зачем ей вставать на его сторону, тем более призвать какого-то дьявола? Так, что за простые... Я, блин, давно не чувствовал такого возмущения просто. Хоронить прошлое. Понятно, что хоронил прошлое скорее кором, но в конце Эджили она спризовала к тому же. Нет, только месть. Если она хочет быть нашим врагом, то она будет нашим врагом. Хотя, конечно, я ни на что не влияю. Ну, блин, такие друзья хуже врагов, вот серьезно. В следующем сезоне на обложке неизвестный мне персонаж, так что это будет как минимум интересно. С вами был Авангард. До новых встреч, друзья. До новых встреч в следующем сезоне. До новых встреч.